Девушки отдыхают Новые кулинарные видеорецепты Здравствуйте, друзья мои, с вами Сюф Краснодарский Прежде чем коптить окуня, его нужно научиться вытаскивать В смысле, его нужно научиться ловить Вот, собственно, чем я и занимаюсь с Юрой Прямо на плоту У него окунь ловится прямо на плоту Если только с плота сошел, уже окунь там не ловится Итак, сейчас мы его выпутаем Потом я его буду солить А потом мы его будем коптить Ну, вы все это увидите, потому что вы находитесь в Ютубе А Ютуб это мощный источник рецептов С вами Сюф Краснодарский Не переключайтесь Смотрите, какие красавчики Их мы сейчас будем солить Адыгейской соли, а потом мы их будем коптить Друзья мои, блюдо так и будет называться Копченые окуни Среднего Урала На заимке у Юры Не переключайтесь Дело в том, что на нашу удочку попался не только окунь Но попалась еще и щука Сорожка И поэтому я буду солить все подряд А завтра разберемся, потому что все это придется нам коптить Потому что уху мы делать не будем Потому что мы классные чуваки И мы уху не ели То есть мы не уху ели Мы просто будем ее коптить Итак, коптить я буду завтра А сегодня адыгейская соль Принимает участие зеленая Зеленая адыгейская соль Сейчас я вам ее покажу Она классная, она пахнет Она пахнет Кубанью Хотя я нахожусь на Северном Урале Вниз мы кладем самые большие рыбы Значит, рыба солится следующим образом Открывается у нее жабры Солится в жабры с одной стороны Солится в жабры с другой стороны Вот она, смотрите, не хочет открывать жабры И потом она просто посыпается солью Со всех сторон и кладется вниз Вот щучка Щучка хорошая, мы ее тоже завтра закоптим Видите, даже собаки Даже собаки хотят копченую рыбу Вот То есть, самую крупную рыбу мы кладем на низ Самую мелкую рыбу мы кладем наверх Я вообще люблю, честно говоря, акуней Но акуней не очень много Причем я солю прямо живую рыбу Видите, она живая, друзья мои Живая, видите, нет? Она живая Если вы будете солить неживую рыбу Она будет вонять Дальше Жабры уже В принципе, ни к чему Мы все равно ее будем завтра Немножко вымачивать Сорожка пошла Окунек пошел Вся рыба у нас, друзья мои Самое главное ее прижать Чтобы не было кислорода Между рыбой и средним уралом Какая нетерпеливая собака Хочет рыбу Часть глухаря она уже съела Сейчас хочет рыбу Ну, собственно, вот так происходит Соление Смотрите Не переключайтесь Она полежит ночь И завтра я ее буду Коптить на опилках Ух ты Хрена себе, она живая Глянь, соленая уже вылазит Я завтра ее буду коптить на опилках Которые пропитаны Джек Дэниелсом Это вискарь, друзья мои И вы почувствуете вкус вискаря На Среднем Урале А вискарь у нас будет завтра Шотландский Не переключайтесь С вами Сюф После того, как вы засолили окуней Они вот такие вот у вас Ровно через день получились Смотрите Они такие соленые И немножечко влажные Сейчас их нужно будет Обтереть с них соль Сделать, чтобы они были сухими Так как у нас на улице идет дождь Я зашел на кухню И сейчас буду этим заниматься Итак, берем салфетку Отрываем кусочек Кладем туда Нашу рыбку Заворачиваем Разворачиваем Он уже сухой Но вообще можно вот так вот Руками его вытирать И выложить его на доску Чтобы окуньки Немножечко полежали Лучше всего, конечно же Промыть Его от соли А потом высушить Но так как Возможности высушить нет И все всегда торопятся Поэтому вытирайте его насухо Выкладывайте на сухую доску И дальше Все у вас будет Хорошо Соль останется на салфетке Излишняя Та соль, которую он взял Естественно окажется у вас В желудке Я напомню, что через некоторое время Я их буду коптить В казане Ни разу в казане не коптил Честно говоря Получится или нет Не знаю Но посмотрим Мне нравятся Очень копченые Судак Копченый Лосось Но если говорить о хищнике Самый вкусный Это конечно же Окунь Щука не так А окунь Ну так как судак Не водится На Среднем Урале Вернее Мы его вчера не поймали Мы будем коптить Исключительно Такого хищника Как Окунь Он такой получается Сухенький Вкусненький Вот так должна выглядеть рыба И немножко Подсыхать Пока она подсыхает Я Разведу Костер в нашем В казане Разведу Тучи Разведу Руками Так Где наши Сухенькие дровишки Вот они Отлично Складываем Сухенькие дровишки На березку Так 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 И Выжигаем Дровишки Сейчас будет копченая рыба Не лай Дорогой Сейчас подожди Да подожди Вездущий Не лай Как-то так Это убираем Это закрываем Итак Друзья мои Смотрите Значит Как устроен Прибор Который коптит То есть Сама коптилка Есть вот такой поддон Куда будет стекать Жир Когда рыба будет коптиться Есть вот такая решеточка Ставим ее в поддон И потом Естественно Ставим ее в казан Но перед тем Как поставить Я хочу сказать Несколько слов Про щепу Смотрите Я Подготовил Два вида щепы Одна щепа у меня Называется Дай мне пожалуйста Щепу ту и другую Смотрите Значит На низ На низ Коптильни Я кладу щепу Которая называется Колобок Она буковая Пропитанная водой А сверху Этой щепы Я кладу щепу Джек Дэниелс Потому что Любой мужчина Знает Что такое Джек Дэниелс То есть Мы будем коптить Запахом ольхи Запахом Джека Дэниелса Посмотрим Что из этого Получится Итак Щепа замочена Я сливаю водичку И Кладу На дно казана Щепу Одну и вторую Вода начинает кипеть Испаряться Дымить Дымить она начнет Практически Через минуту После того Как я закрою казан Опа Смотрите Какая красота Получается Ну и все Это дело Я закрываю Здесь на крышечкой Даже собаки Лают и хотят Съесть Эту рыбу Вот уже Вот уже пошел дымок Открываю крышкой На крышке Есть термометр Я буду знать Сколько Какая температура У нас Внутри Камеры Я думаю Что мы ждать будем Минут 30-40 Рыба будет коптиться Примерно столько Казан Уже Нагретый Путем Подкидывания Или Убирания Дров Я могу регулировать Температуру Внутри камеры Ждем 40 минут И смотрим Что получится Ну что Уже прошло 40 минут Даже 45 Смотрим Что получилось Температура Копчения Напоминаю От 90 До 150 Если подбрасываете Больше Дров Температура Повышается Убираете Дрова Температура Уменьшается Прошло Почти 50 минут Смотрим результат Опачки Результат То друзья Мои Налицо Окуньки То стали Медные Золотые Платиновые Окунечечки Итак Я срочно Несу их есть Своим друзьям Которые уже ждут На кухне Когда же они Скоптятся Погода Не погодь А они все равно Готовятся Снимать Окунечков Есть такие Приспособы Опачки Раз Взял И понес На кухоньку А я хочу Вам пожелать Удачи Добра Будьте Всегда В теме Приятного Аппетита С вами Сюф Смотрите Мои ролики И ставьте Лайки Пока Пока Субтитры